МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Написала нам она, вот прямо настоящие крепкие орешки. Их припорошило снежком, их прибило холодком. А они все равно не сдаются, а они все равно пытаются радовать глаз. И, собственно говоря, да, у них это получается в полном объеме. Надежда, спасибо за фотографии. Очень порадовали. Мы живем в большом городе, и нравится нам это или не нравится, нас окружает шум. Машины, трамваи, заводы, все это гудит, бренчит и грохочет. Но помимо шума звукового, есть, как выясняется, еще и шум световой. Вот, посмотрите, видите вывеска? Дышь, 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 дышь. Вот этот дышь может довести человека чуть ли не до эпилептического припадка. А если серьезно, мешает жить. Раздражает жутко. Это очень яркая, мигающая вывеска. Мешает вообще смотреть на улицу. То есть я не могу даже шторы раздернуть, потому что она красная и очень резко мигающая. Несмотря на то, что у нас отличный вид из окна на нашу замечательную телебашню, я ее не вижу. А квартиру покупали, в общем-то, из-за вида из окна. Есть нормальный путь. Не нравится? Пиши жалобу. Жильцы дома по революции 12 это сделали, написали. Давно написали. Долго ждут. Я уже больше года назад написала в администрацию Свердловского района, в отдел ЖКХ. И мне клятвенно обещали, что в августе 21-го года эта вывеска будет демонтирована. Сейчас уже прошел август 22-го года, она на месте. Там постоянно меняются сотрудники, и каждый новый сотрудник начинает все с нуля. То есть извещение и всякие разные процедуры. Нельзя сказать, что за этой контейнерной площадкой никто не смотрит. Вот, пожалуйста, приехала машина, берет контейнер, высыпает его в себя. И вроде как все правильно происходит. Но есть, как говорится, нюансы. Для того, чтобы их понять, достаточно перевести глаза с контейнера на, что называется, окружающий мир. И вот вам, пожалуйста, какие-то мешки, вот вам, пожалуйста, какие-то ветки, которые валяются здесь огромной кучей. И явно не первый день валяются. Остается только обозначить место этого коммунального безобразия. Улица Рабоче-Крестьянская. Напротив домов 26 и 28, рядом с домом номер 70, по улице Николая Островского. Выставка, которая в ноябре открылась в стенах Центральной детской библиотеки имени Воробьева, скорее всего, будет интересна девочкам. Девочкам любого возраста. От вот такусенького и, что называется, до седых волос. Потому что она называется «Дочки матери». И это ретро-куклы и кукольные аксессуары из частных коллекций. Впрочем, мальчикам, наверное, это тоже будет интересно. Потому что, вот правда, это классно. Вот кукольный домик и даже цветочек на подоконнике. Какие-то миниатюрные вот такие малюсенькие чайнички и молочнички. Нет, это просто классная выставка. И на нее стоит посмотреть. Любуйтесь, друзья. Напоследок, как всегда по понедельникам, дежурный подводит очередные итоги конкурса на лучшую новость недели. И победителем нынче становится Ольга Гогина, которая порадовала нас очаровательной фотографией со стихотворной подписью. «Белка водит хоровод. Значит, скоро Новый год, дорогая Ольга». Еще скорее, чем Новый год, вы получаете подарок от телеканала «Рифей ТВ» для уютного домашнего чаепития. Ну, а Игорь Гиндис и Александр Худяков на этом заканчивают свое сегодняшнее дежурство. Не забывайте номер нашего мессенджера Viber 8 951 952 02 22. Ну, а на сегодня все. Свидимся. Спасибо. Удачи. Пока.